Гомель – один из красивейших городов Беларуси, обладающий богатейшим историческим, культурным и научным потенциалом, имеющий свой неповторимый облик и стиль. Второй по величине областной центр Республики Беларусь с развитой промышленностью, наукой, культурой, важный транспортный узел и общественно-политический центр межрегиональных связей России, Украины и Беларуси. 14 ноября 1990 года в городе Гомеле постановлением Совета Министров БССР с целью улучшения обеспечения врачебными кадрами лечебно-профилактических учреждений, повышения качества медицинской помощи населению, пострадавшему от аварии на ЧАЭС, был открыт Гомельский государственный медицинский институт. С 2003 года Гомельский государственный медицинский университет. Я появился в Гомельском медуниверситете в 2000 году. Это у меня тоже свой определенный юбилей. Университету 25 лет, а мне, как я здесь, 15. Но, зная историю, знаю период его становления, я выразить хочу чувство глубокой признательности руководству области и тем людям, которые приехали сюда, на Гомельскую землю, организовывать медицинский институт. Потому что пришлось им работать буквально с колес. В результате аварии на Чернобыльской АЭС сложился острейший дефицит кадров, и население осталось без медицинской помощи. Поэтому подготовка кадров стала, в общем-то, первой ключевой задачей для того, чтобы подготовить кадры, для того, чтобы показывать эту помощь. Университет сегодня – это крупнейший в регионе медицинский вуз, широко известный в нашей стране и за рубежом как образовательный и научный центр, заслуживший авторитет и признание достижениями профессорско-преподавательского состава уровнем подготовки своих выпускников. В структуре университета 4 факультета – лечебный, медико-диагностический, факультет по подготовке специалистов для зарубежных стран и факультет довузовской подготовки. 36 кафедр, 19 из которых клинические, научно-исследовательская лаборатория, профессорский консультативный центр, структуры управления и подразделения обеспечения образовательного процесса. В вузе функционирует магистратура, аспирантура, докторантура, а также интернатура и клиническая ординатура. Гомельский медуниверситет – самый молодой, но самый популярный для абитуриентов вуз Гомельской области, хотя и поступить в него непросто. При том, что план приема студентов на бюджетную форму обучения с 2000 года увеличился в три раза. С 2010 года в университете функционирует система менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ИСО 2001-2008, что обеспечивает качество предоставляемых образовательных услуг. Подготовка специалиста в университете осуществляется по двум специальностям – лечебное дело и медико-диагностическое дело. На всех уровнях образования в вузе обучается более 4000 человек. Учебную и научную работу ведут высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт педагогической деятельности. Университет располагает четырьмя учебными корпусами общей площадью 22,5 тысячи квадратных метров. Самый многочисленный факультет университета – лечебный. Он был образован первым в 1991 году. Сегодня на факультете обучается более 2800 студентов. Ежегодно факультет выпускают до 500 молодых врачей. Подготовка специалистов на лечебном факультете осуществляется на основе тесной связи образовательного процесса с клинической практикой и научными исследованиями, с учетом запросов практического здравоохранения по обеспечению качества жизни людей. Мы обеспечиваем кадры и всей республики, мы обеспечиваем кадрами и за пределы нашей страны. Открытый факультет по подготовке специалистов зарубежных стран, он пополняет многие страны мира. Всего мы отправляем еще кадры в 28 стран, где тоже достаточно трудятся выпускники нашего Гомельского государственного медицинского университета. Общеврачебная практика, терапия, педиатрия, офтальмология, хирургия, акушерство и гинекология – основные специальности факультета. Интернатура традиционно предлагает большое количество специализаций, поэтому каждый сможет выбрать то, что ему интересно. Высокая степень готовности к самостоятельной врачебной деятельности выпускников лечебного факультета университета обеспечивает их востребованность в системе здравоохранения Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. За время существования медико-диагностического факультета, а он функционирует с 1996 года, подготовлено более 1100 врачей. 30 человек окончили факультет с отличием. Выпускники факультета успешно трудятся в различных медицинских учреждениях и организациях в качестве врачей лабораторной диагностики, рентгенологов, бактериологов, валиологов, судебных медицинских экспертов и других специалистов. Факультет по подготовке специалистов для зарубежных стран был образован в 2000 году. На факультете готовятся специалисты с высшим медицинским образованием общего терапевтического профиля по специальности «Лечебное дело» в соответствии с международными стандартами обучения. Образовательный процесс ведется как на русском, так и на английском языках. Иностранные студенты имеют возможность пройти курс обучения на подготовительном отделении. В настоящее время на факультете обучается более 500 студентов из 26 государств мира. Среди них граждане Российской Федерации, Украины, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана, Нигерии и Индии, Ирака и Ливана, Йемена и Сирии, Шри-Ланки и Ирана, Ганы и Непала, Франции и Перу, США и Великобритании, других государств мира. Всего за время существования факультета было подготовлено около 500 специалистов из 40 государств ближнего и дальнего зарубежья. Выпускникам присваивается квалификация врач и титул доктора медицины. Дипломы выпускника Гомельского медуниверситета признаны Всемирной организацией здравоохранения, образовательными комиссиями для выпускников медицинских вузов США, Канады, стран ЕС, медицинскими советами Индии, Шри-Ланка и Пакистана. Сегодня выпускники Гомельского медицинского успешно работают в разных областях медицины разных стран всех континентов земного шара. Дело в том, что в Гомельской области в результате тех событий, которые произошли в 1986 году, была создана уникальная материальная база оказания помощи. Об этом свидетельствует и Республиканский научно-практический центр радиационной медицины, экологии человека. Это и кардиологический диспансер, который один из ведущих в области хирургии сердца и сосудов, где студент имеет уникальную возможность при получении образования видеть работу операционной бригады, как они работают на сердце. Это великолепный онкодиспансер. Я не хочу обидеть никого из представителей здравоохранения, которые оказывают нам непосредственную помощь в подготовке врачей, которые ценятся во всем мире. Практическая ориентированность – неотъемлемое требование современного образовательного процесса. Более половины кафедр университета расположены на лучших клинических базах Гомеля. Профессоры, доценты и ассистенты клинических кафедр – не только великолепные преподаватели, но и высоко квалифицированные специалисты в различных отраслях медицины, признанные не только в Гомельском регионе, но и далеко за его пределами. Студенты имеют возможность изучать на практике самое современное оборудование и медицинские технологии, которые широко применяются специалистами в оборудованных по последнему слову техники клиниках Гомельщины. В их числе – Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, Гомельская областная клиническая больница, Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны, Гомельская областная клиническая специализированная больница и многие другие учреждения здравоохранения. Преподаватели университета ежегодно оказывают помощь более чем 50 тысячам пациентов, ведущих учреждений здравоохранения региона. В течение года ими проводятся более 10 тысяч операций, в том числе сложных и высокотехнологичных. Консилиумы, профессорские обходы, клинические конференции, консультации сложных случаев, экстренные выезды позволяют помочь выставить правильный диагноз и назначить наиболее эффективное лечение. С 2011 года в университете функционирует профессорский консультативный центр, в котором прием ведут более 40 профессоров и доцентов вуза. Ежегодно центр оказывает помощь не только тысячам белорусов, но и гражданам ближайшего и дальнего зарубежья. Важное направление работы Гомельского государственного медицинского университета – развитие международных связей, укрепление авторитета вуза за рубежом. Чтобы студенты наши гордились, что они получили образование в молодом, но уже крепком и солидном университете, который имеет очень широкую географию сотрудничества. Мы имеем договора о сотрудничестве и плотно содействуем с ведущими вузами России, нас знают там, с вузами Соединенных Штатов Америки, с европейскими вузами, с азиатскими вузами. Гомельский медуниверситет – член международного консорциума университетов Куам, Италия. В настоящее время вузам выполняется более 30 договоров о сотрудничестве с иностранными университетами, научно-исследовательскими и образовательными центрами и организациями 11 стран мира. В числе постоянных партнеров вуза – первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, японские образовательные центры, университет города Нагасаки и Фукусимский медицинский университет, Бейлорский университет США, Флорентийский университет Италия, Абердинский университет Шотландия и многие другие. Почетными докторами университета являются известные ученые России, Украины, Италии, Японии, США. Преподаватели и студенты – активные участники международных образовательных, научных и культурных программ и проектов. Практикуется повышение квалификации преподавателей за рубежом, посещение студентами иностранных университетов. Когда я приехал в Гомель, я был четвертым доктором наук, я еще предыдущим ректору высказывал свои претензии. Сейчас в нашем коллективе работает больше 20 докторов наук. Мы подготовили 87% кадров, то есть у нас достаточное уже количество молодежи, которые прошли ступени, как студент, аспирант, кандидат медицинских наук, а теперь уже и доктора и заведующими кафедрами, которые тут наши местные, воспитанные кадры, которых уже знают тоже и за пределами. Научная работа – одно из основных направлений деятельности университета. С момента создания в университете подготовлено более 150 кандидатов и докторов наук. Сегодня в числе преподавателей университета 21 доктор и более 140 кандидатов наук, 10 профессоров и 100 доцентов. Результаты их научных исследований известны и высоко оценены как в Белоруссии, так и за рубежом. Преподаватели и студенты университета – постоянные участники научных семинаров, конференций и симпозиумов. Существенный вклад в развитие науки вносят сотрудники научно-исследовательской лаборатории ВУЗа, на базе которой сосредоточено уникальное высокотехнологичное оборудование. Функционирующие научно-педагогические школы университета позволяют повысить эффективность научных исследований, обеспечить преемственность в подготовке квалифицированных научных кадров. Значительную роль в развитии творческого потенциала молодежи играет Совет молодых ученых. С 1994 года в университете функционирует студенческое научное общество, которое объединяет более 700 человек. Конечно, учеба для студента – главное, но не только лекциями, семинарами и экзаменами жив студент. Как известно, талантливый человек талантлив во всем. В университете созданы все условия для развития личности, реализации ее творческого потенциала. Особой популярностью коллектива пользуется студенческий клуб университета, творческий уровень которого хорошо известен за пределами ВУЗа. Театральная студия «Орликин», вокальная студия «Настроение» и танцевальный ансамбль «Колорит» университета удостоены высокого звания «Народный любительский коллектив Республики Беларусь». Ни одно значимое мероприятие в ВУЗе не обходится без их участия. Творческие коллективы университета являются многократными победителями и лауреатами международных республиканских, областных и городских фестивалей и конкурсов, принимают активное участие в общественно-культурной жизни города, области и республики. В университете проводится системная работа по пропаганде здорового образа жизни. Студенты имеют возможность заниматься в 15 спортивных секциях 11 видами спорта. Проводится круглогодичная спартакиада университета. Сборная команда и спортсмены ВУЗа – неоднократные победители и призеры спортивных соревнований различного уровня. Важным направлением воспитательной работы является деятельность студенческих отрядов университета. Сотни студентов и сотрудников ежегодно участвуют в акциях волонтерских отрядов «Ангелы» и «Доброе сердце» по оказанию помощи больным детям, нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны и труда. Неформально работают со студентами комитет первичной организации БРСМ и студенческий правком. Большим авторитетом коллектива пользуются правком сотрудников ВУЗа. Студенты медицинского являются постоянными участниками социально значимых университетских, городских, областных и республиканских мероприятий гражданско-патриотической направленности. По данным ежегодного анкетирования, более 90% студентов испытывают гордость за Республику Беларусь и белорусский народ. И, конечно, какая студенческая жизнь без общежития? В университете их четыре. В общежитиях созданы все условия для комфортного проживания, организации быта и досуга для полутора тысяч человек. В 2015 году исполнилось 25 лет со дня основания Гомельского государственного медицинского университета. За этот небольшой по историческим меркам период времени создана современная учебно-материальная база, сформирован коллектив сотрудников, обладающих высоким творческим интеллектуальным потенциалом. Подготовлено более 6 тысяч квалифицированных специалистов для отрасли здравоохранения Республики Беларусь. Многие из них стали руководителями в учреждениях и организациях Минздрава, занимают значимые государственные посты, являются крупными учеными, успешно трудятся на преподавательской работе. Сегодня уже более 70% врачей Гомельской области – это выпускники Гомельского государственного медицинского университета. Мы прекрасно понимаем, что надо полностью ликвидировать тот дефицит врачебных кадров, который существует. Мы в этом видим свое непосредственное участие, но не только количественное вот это вот составляющее, но и качественное. Желаем для того, чтобы выпускник Гомельского медуниверситета был один из лучших, если не лучшим в своей подготовке. Главное сегодня – не останавливаться на достигнутом, видеть перспективу, обладать инновационным мышлением, ежедневно обеспечивать целенаправленное поступательное движение вперед по всем направлениям подготовки специалистов. Сделать все для того, чтобы выпускники университета были конкурентоспособными на мировом рынке медицинских услуг, могли обеспечить дальнейшее развитие системы здравоохранения в стране, проявляли себя как настоящие граждане и патриоты Республики Беларусь. В заключении я хочу сказать, что вот сейчас 25 лет Гомельскому государственному медицинскому университету. Дорогие выпускники, студенты и преподаватели, хочется поздравить вас с этой скромной достаточно датой и пожелать вам самое главное, чтобы вы были прежде всего людьми, а потом уже специалистами, чтобы вы знали, что такое сострадание, чтобы вы знали все те проблемы, которые связаны у больного человека. Вот чтобы помогали ему, чтобы о вас говорили. Дорогой доктор, вот это самое высокое звание, я считаю, какое только есть на земле, это уметь врачевать. Потому что врачуешь человека, врачуешь и общество. Пожелать успехов, развития, и чтобы все мы гордились в том месте, где мы работаем, учимся.